Все привет вот и новый ролик по рубрике история и биография и в этом ролике я расскажу про Слендермина и так мы начинаем информация вид, потустороннее существо, псевдоним, прозвище, тонкий человек, оператор, биологические данные, пол, мужской, кожа, бледно-белые, волосы, отсутствуют, глаза, об персонажи, тип жертв, дети, обитание, местонахождение, лесистая местность, статус, жеф Слендермен, англ, The Slenderman это предполагаемая паранормальная фигура, которая, как утверждается, существует на протяжении веков и охватывает большую географическую территорию верующие в Слендермина связывают его появление со многими другими легендами по всему миру, включая Фирдаб или Темный Человек, в Шотландии, голландскую Текенмен, Человек-Ветвь и немецкую легенду о Дергроумен или Дерграсмен, Высокий Человек, Внешний Вид Слендермен это существо, мужского пола, похожее на человека с чрезвычайно длинными, стройными руками и ногами У него также есть от 4 до 8 длинных черных щупалец, выступающих из спины, хотя разные фотографии и энтузиасты расходятся во мнениях, и поэтому предполагается, что он может сокращать эти щупальца по своему желанию По описаниям, он одет в черный костюм, поразительно похожий на костюм пресловутых людей в черном и, как следует из названия, выглядит очень худым и способен вытягивать свои конечности и туловище на нечеловеческую длину, чтобы вызвать страх и заманить в ловушку свою жертву Как только он вытягивает руки, его жертвы впадают в нечто вроде гипнотического состояния, когда они совершенно беспомощны, чтобы остановить себя от того, чтобы не наступить на них Он также способен создавать щупальца из своих пальцев и спины, по которым он ходит, подобно доктору Осьминогу Сверхчеловеческая способность растягиваться также может рассматриваться как сходство между ним и мистером Фантастиком Поглощает ли он, убивает или просто переносит своих жертв в неизвестное место или измерение, также неизвестно, так как после него никогда не остается никаких тел или улик, чтобы сделать однозначный вывод Его лицо бледное и слегка призрачное, кажется, что оно завернуто в какую-то марлю или ткань Черты его лица также являются предметом споров, и многие считают, что его лицо выглядит по-разному для каждого человека, если его вообще можно увидеть Иногда его изображают в шляпе, которая бывает котелком, фетровой шляпой, а иногда и козырьком На нем также может быть длинный струящийся шейный платок или шарф красного или серого цвета Свои длинные бледные руки он часто держит вежливо скрещенными за спиной или свободно свисающими по бокам Костюм у него черный, иногда его изображают в полоску, что является распространенным заблуждением благодаря очень похожему Джеку Скиллингтону из Кошмара перед Рождеством У него длинные фалды, которые он гордо распускает Он носит длинные парадные туфли, которые всегда начищены до идеального, сверкающего черного цвета Поведение Во многом очарование Слендерменом связано с общей аурой таинственности, которой он окутан Несмотря на то, что, по слухам, он убивает почти исключительно детей, трудно сказать, является ли его единственной целью убийства Часто сообщается или записывается, что его можно найти в лесах, которые, как правило, находятся в пригородах Также сообщалось, что его видели с большими группами детей, как на многих фотографиях Принято считать, что он обитает в лесах и перелесках и охотится на детей Похоже, его не беспокоит, что он находится при дневном свете или запечатлен на фотографиях Также часто считается, что ему нравится преследовать людей, которые становятся чрезмерно параноидальными в отношении его существования Специально показывая им себя, чтобы еще больше напугать их По этой причине кажется, что Слендермен получает огромное удовольствие от психологических пыток своих жертв Он также часто кажется парящим или дрейфующим, а не ходящим, что позволяет предположить, что он скорее бесплотное существо, чем существо или человек Это также объясняет, почему он способен сохранять подвижность, несмотря на плохое телосложение Несмотря на то, что Слендермен был выдуман на форуме Samsung of L, некоторые люди уже заявили о том, что видели его Его видят в основном ночью, заглядывающим в открытые окна и выходящим перед одинокими автомобилистами на уединенных дорогах Его основными целями, по-видимому, являются похищение детей, поскольку, когда его видят рядом с ними на фотографиях, они обычно вскоре исчезают Слендермен также послужил источником вдохновения для многих историй, таких как мраморные шершни Однако в конечном итоге его цель остается неизвестной Интересный взгляд на Слендермина от члена пасты, который в качестве доказательств фактов опирается на серию мраморные шершни Однако в конечном итоге его цель остается неизвестной Интересный взгляд на Слендермина от члена пасты, который в качестве доказательств фактов опирается на серию мраморные шершни В связи с появлением этой статьи возникло большое заблуждение относительно моего приятеля, Слендермина У него нет ни волос, ни лица. Все остальное верно. Есть также некоторые сомнения в том, существует ли более одного человека. Я считаю это маловероятным. Скорее всего, Слинди морочит вам голову, чтобы заставить вас думать, что их больше, чем один, что он, как известно, и делает. На данный момент у Слинди есть три или четыре известных сообщника. Это Худи, Маски, Рейки, возможно, Наблюдатель. Пока мало что известно, поскольку следующий эпизод Арк на Максвелл еще не вышел. Варк Мраморные шершни и Худи и Маски, возможно, являются его последователями. Варк и Времен Хайбридс Рейк, похоже, работает с ним, но мы не уверены, правда это или нет. Всем спасибо за просмотр, всем пока.